Здравствуйте, эфир ежедневная программа 13 регионов в студии Шакира Умаров. Сегодня мы расскажем о том, что произошло в Шемкенте области за последнее время. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. В Шемкенте бог не помог автоугонщикам завершить преступление. Двое 20-летних парней попали в реанимацию больницы скорой медицинской помощи вследствие неудачной попытки угона старенького авто. Ранним утром 5 декабря двое молодых парней угнали автомобиль Audi 80 со двора дома, расположенного по улице Мангельдина. Только покинуть черту города злоумышленникам не удалось. По всей видимости, автомобиль на очень большой скорости двигался к городской окраине. Но по дороге ударился об столб освещения близ Дендропарка по проспекту Байдбекби. Удар был такой силы, что немецкое авто смяло практически пополам. Незадачливые угонщики чудом остались живы, но попали в больницу в тяжелом состоянии. Обращала на себя внимание татуировка, которая красовалась на груди одного из попавших в реанимацию. «Только бог мне судья!» – гласила надпись. Видимо, небесные силы не разделили страсть молодых людей к чужим вещам и по-своему решили воздействовать на их сознание. 14 миллионов заработал мошенник, обещая перевезти студентов на грант. Сотрудники Альфарабийского отдела полиции города Шимкент задержали жителей Ужнокаастанской области, обманувшего десятки потерпевших, обещая им помощь в учебе. Злоумышленник предлагал своим жертвам за немалые деньги помочь в переводе на грант в одном из учебных заведений Шимкента. Так, в ноябре 2017 года в Альфарабийский отдел полиции УВД города Шимкент заявлением обратилась 19-летняя жительница Тулькубасского района о том, что некий молодой человек обещал студентке помочь в переводе на грант в одном из вузов и мошенническим путем выманил у нее 350 тысяч тенге и скрылся из виду. Данный факт зарегистрировали ЕРДР по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан мошенничество. С аналогичными заявлениями в полицию обратились десятки жителей области. Задержались жители Мактаральского района 1996 года рождения. Полицейские установили, что подозреваемый причастен к полусотне фактов мошенничества. Под предлогом помощи в переводе на грант мужчина выманивал у граждан деньги, после чего исчезал из виду. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 14 миллионов тенге. В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования по статье мошенничества. Подозреваемый арестован полицейский просит всех, кто стал жертвой или свидетелем мошенничества со стороны 21-летнего подозреваемого, обращаться в дежурную часть Альфа-Арабийского отдела полиции УВД города Шимкент по телефону 102. Стражи порядка рекомендуют гражданам быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми лицами. Не стоит быть излишне доверчивыми к незнакомцам и подаваться на уловки мошенников. А теперь о дорожно-транспортных происшествиях. На улице Володарского столкнулись два одинаковых Volkswagen Passat. В этом происшествии пострадала пожилая женщина, пассажир одного из универсалов. Со слов очевидцев водителя одного из немецких авто, решил развернуться с первой полосы, не пропустив авто, двигавшееся по соседней полосе. Вот этот автомобиль выехал на разворот с первой полосы и ударился в машину, которая двигалась по своей полосе. Пострадала женщина-пассажирка. На место происшествия прибыла карета скорой помощи и экипаж ДПС. Женщину госпитализировали в больнице скорой медицинской помощи с легким ушибом руки. По факту ДТП ведется разбирательство. Еще одно ДТП произошло в микровой Несамал-3. По улице Бегзада-Сатарханова столкнулись Opel Vectra с Mercedes M221 модели. Авария произошла около восьми вечера. Со слов очевидцев, причина ДТП стал гололед. В этом происшествии пострадал водитель Opel, о котором боевывшие медики госпитализировали в больнице скорой медицинской помощи с тяжелыми травмами. Очевидцы прислали к нам в редакцию кадры ряда дорожно-таспортных происшествий, снятых на мобильный телефон. На видеосъемке запечатлена, как на пересечении проспекта Республики с улицы Шамшик-Калдаякова ВАЗ-14 модели попал в ДТП. Подробности о аварии не сообщаются. Еще одна авария произошла по улице Громова. Видимо, водитель Mitsubishi Gallant выехал со второстепенной улицы, не уступив дорогу автобусу, двигавшимся по главной. Итог печальный. Потребуется ремонт машины. Такая была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП и преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материал новосад, 13 регион, номер видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Шакир Умаров. Будьте бдительны и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok